Дашеньке два с половиной годика, у малышки эпилепсия, да и к тому же она плохо видит, но зато хорошо слышит. Слышит, как рядом с ней играют и веселятся ее сестренки и наверняка радуются вместе с ними, но только не может этого показать. Татьяна и Александр стараются обеспечить своих детей всем необходимым, не обращаясь за помощью к другим людям, но не в этот раз. Сейчас им очень нужна наша с вами помощь. У нас трое детей. Первый ребенок у нас здоров, Викуша, ходит в садик и двойня. Первый ребенок из двойни, Наташа, она у нас здорова, там есть небольшие ортопедические проблемы, но с ней как бы лучше в порядке, бегает, прыгает, смеется все, понимает. А вот Даша, сестренка ее, близняшка, получается не повезло немножко ей. Во время беременности все было хорошо, развивалось, хвалили, как при одноплодной беременности каждый плод хороший вес имел, никаких проблем у нас не было, ни разу не госпитализировали. Наблюдали нас в МММ и в женской консультации в Первоуральске. То есть у нас и там, и там контроль. В 32 недели у Даши, у первого плода отошли воды, пришлось ехать в роддом. У нее получается гипоксия третьей степени, самая тяжелая, потому что, вероятно, был большой безводный период, как у нас в выписке написали. У Наташи было второй степени, у Даши третьей. Вот Наташа хорошо развивается, у Даши проблемы. У нее при рождении были судороги, они купировались, и в 4 месяца у нее началась дебют эпилепсии. Сейчас вот мы, получается, на кето-диете у нее стало лучше. То есть вот у нее долгое время, длительное время, прямо вот меньше стало серий. Меньше серий. Ну, они у нее бывают, но прямо очень редко теперь. В основном у нее один-два вздрагивания в день. Если говорить в упрощенной форме, то кето-диета означает преобладание жиров над углеводами. Специалисты одной из клиник Екатеринбурга предположили, что для Дашеньки такая диета пойдет на пользу. При правильном ее соблюдении организм начинает вырабатывать повышенное количество кетоновых тел, что положительно влияет на периодичность эпилептических приступов у пациентов. Для достижения положительных результатов требуется постоянный контроль состояния пациента и наблюдения специалистов, имеющих немалый опыт в данной области. Анализы. Получается, мы вот сейчас на кето-диете с августа. И через три месяца нужно делать консилиум об эффективности применения вот этой кето-диеты. И там получается план на дальнейшее. Если кето-диета эффективна, то там дальнейшие рекомендации даются. И нужно к этой консультации подготовить анализы. То есть там у нас анализы еще. То есть нужно проверить все показатели, чтобы были в норме, либо чтобы понять, где не в норме, что менять. Помимо сдачи дорогих анализов, Дашеньке необходимо развивать и свои физические данные. Татьяна и Александр не имеют возможности оплачивать для дочери платной реабилитации, поэтому пользуются бесплатным лечением всегда, когда есть такая возможность. Но этого мало. Для того, чтобы малышка развивалась лучше, врачи посоветовали приобрести иппотренажер, имитирующий езду на лошади, за счет чего будет укрепляться корсет спины. Сейчас у нас на тренажер, иппотренажер. Расскажите о нем. Он помогает спине, спина и голова, шея точнее. То есть он развивает, чтобы окрепли мышцы. То есть ей нужно держать все основные функции отсюда. Если она не чувствует стержень, то она ничего не может делать. Ей надо укреплять спину, живот, все вот этот аппарат, чтобы она могла себя держать. До четырех месяцев Даша развивалась вообще нормально. Она ведь фотографии была, мы пересматриваем. Раньше Наташа начала даже головку поднимать, там что-то крутится, шевелится. Вот. Потом что-то произошло, и... Ну не знаю, мы не поняли, наверное, что-то произошло. Почему так? Таня уже сказала, да, что никто толком ничего не объяснял. Мы с этим не сталкивались. И... Первое время, наверное, надеялись, что пройдет, восстановится, лекарства уже дают, к врачам же ездим, вылечат. Потом, ну, все это закрутилось, начало понимание, приходить, да, что это такое, что это не на день, там, не на месяц, да, что это может несколько лет на всю жизнь. Ну, у меня даже мысли не было, чтобы куда-то уходить, там что-то еще. По возможности стараюсь, Таня помогает. Всегда. В плане поддержки сначала, да, сначала у меня было такое, что я не знал, что делать. Я думал, что это ее проблема. Ну, как, не то, что ее проблема, что она занимается детьми, я занимаюсь работой. Работе задерживаться стал, там, практически не помогал. Мама, вон, у нее постоянно с папой помогали, а я это... А потом Татьяна Владимировна до меня довела, что так неправильно, что нужна помощь, что мы вместе, что мы семья. Мы от этого очень долго работали. Ну, да. Я, ну, я научился, я смог. Да, то есть мы, можно, на сегодняшний день, можно сказать, что мы преодолели большой барьер, то есть это для нас была сложность, да, мы столкнулись с такой проблемой в семейных отношениях. Для нас это было испытание, по-настоящему это очень тяжело. То есть больные дети очень стимулируют либо к распаду семьи, либо, наоборот, укрепляют. Это по-настоящему у нас были проблемы очень большие. Мы очень надеемся нашего ребенка и очень хотим, чтобы у нас наша Дашенька бегала, прыгала, как ее сестренка-двойняшка Наташа. Мы мечтали так о двойне, у нас есть двойня, и мы хотим дать все нашим детям, возможность, чтобы они были здоровы. Пусть все дети на земле будут здоровы. Сейчас заплачу. Родители Дашеньки обратились к нам за помощью не только в оплате анализов и ипотренажера, но также их доченьке нужно пройти курс лечения у врача-остеопата. Общая стоимость по всем счетам составляет 117 110 рублей. Сегодня каждый из нас может помочь Дашеньке, отправив смс на короткий номер 3443 с текстом SSP2, пробел и указать любую сумму, например, 100. Кроме того, вы можете сделать переводы банковской карты через наш сайт 3w.ekb.miloserdia.ru Если у вас остались вопросы или вы сами хотите обратиться к нам за помощью, звоните по телефону 8-343-200-0704. Диспетчер Православной службы Милосердия ответит на все ваши вопросы.